ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Впервые публично предупредил Альянс о том, что Россия не будет больше спокойно смотреть на дальнейшее продвижение к своим границам. Ответ не заставил себя ждать. На следующем же саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году впервые ставится вопрос о присоединении к НАТО Украины и Грузии. Как само существование НАТО, а тем более продвижение его к России, а тем более попытки присоединить к НАТО государства, которые были в составе Советского Союза, совершенно справедливо рассматривается и военным руководством, и политическим руководством, как угроза и как попытка создать еще большую угрозу для России. Например, когда говорят о присоединении Грузии к НАТО, в этом нет никакого смысла, кроме как против России, потому что в Черноморском бассейне есть с точки зрения НАТО еще три страны. Это Румыния, Болгария и Турция. То есть Турция, как член НАТО, гораздо более эффективна для НАТО, чем маленькая Грузия. То есть Грузия в НАТО – это явно антироссийский ход. Россия неоднократно предупреждала, что втягивание бывших советских республик в НАТО неминуемо рано или поздно приведет к кровопролитию. Если в случае с Грузией война стала следствием того, что в Тбилиси, чувствуя поддержку Альянса, были убеждены в своей безнаказанности, то на Украине боевые действия были вызваны нежеланием части населения смириться с тем, каким образом у власти в Киеве оказались люди, для которых Украина в составе НАТО – венец политической карьеры. Циничность нынешних попыток руководства НАТО представить очередное усиление своего военного присутствия на границах России как попытку защититься от возможной агрессии с ее стороны, очевидна даже для тех, кого предполагается защищать. Смысл всех этих разговоров на последнем саммите НАТО в том, чтобы показать своим новым членам, что Североатлантический Альянс охраняет их. Если вы посмотрите на расположение натовских войск, то увидите, что они, по сути, охраняют лишь те самые первые, вступившие в него страны. Новые же не чувствуют этой защиты. Они действительно боятся, что с ними может повториться грузинский сценарий. Я лично так не думаю. Я убежден, что происходящее сейчас – это результат того, что ко всем прочим угрозам России со стороны НАТО теперь добавилась еще и Украина. Ведь то, что произошло в Киеве – это государственный переворот. Об этом нужно говорить. И поэтому меня не удивляет, что реакция России была такой, какая она есть. Успех в войне с ядерной державой, каковой является Россия, зависит от молниеносности удара одновременно по всем главным центрам управления государством и его вооруженными силами. Таким образом, приближение НАТО к нашим границам опасно не столько увеличивающейся глубиной нашей территории, подверженной вероятному поражению, сколько сокращением времени на принятие решений. В такой ситуации каждый новый военный объект, появляющийся вблизи наших рубежей, автоматически становится потенциальной целью. Поэтому в то время, как на политическом уровне наши соседи, вступившие в НАТО на этой неделе, радостно приветствовали предстоящее расширение военного присутствия Альянса на своих территориях, их профессиональные военные призывали к сдержанности. Следующий момент. НАТО гарантировало России, что при расширении блока в Восточной Европе не будут создаваться базы на территории новых членов. Конечно, принимая во внимание, что вторая сторона допустила нарушения, например, в ситуации с Крымом, НАТО могло бы и отказаться от этого обещания. Но я бы не сказал, что сейчас подходящий момент для того, чтобы отказываться от каких-то соглашений. Суть такова. Если есть две конфликтующие стороны, как это было с НАТО и странами Варшавского договора, то понятно, что ракеты нацеливаются на военные базы, системы противоракетной обороны. Это аксиома. Сейчас ситуация находится в стадии сдерживания. Это означает то, что надо быть очень аккуратным, чтобы не вызвать ответную реакцию со стороны возможного противника. Казалось бы, самое время остановиться. Но нет. На прошедшем на этой неделе саммите Альянса в Великобритании Россия признана агрессором, для защиты от которого требуется максимальное сплочение. И здесь не место для шкурных интересов какой-то Франции с ее мистралями, Германии с ее убытками, да и всей Европы в целом с ее кризисом и страхом перед надвигающимися холодами. На самом деле, американцы продолжают использовать НАТО по старой классической формуле времен основания Альянса. Америка в Европе, немцы под контролем, Россия за забором. В этом был смысл появления НАТО, и он до сих пор не изменился. При этом, какой бы воинственной ни была риторика собравшихся в Уэльсе, за ней скрывалось ясное понимание того, что на данном этапе возможности для расширения НАТО на восток исчерпаны. События последних месяцев даже у самых горячих голов не оставили сомнения в том, что следующий шаг в этом направлении приведет к прямому столкновению с Россией, а к этому никто из собравшихся был явно не готов. Но они на этом не останавливаются, и теперь попытаются вовлечь в сферу своего влияния нейтральные страны, вроде Швеции, Финляндии, Австрии и других стран бывшей Югославии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии. Где же они остановятся? В руководстве НАТО идут споры о том, чтобы изменить десятый пункт Харти Альянса и снять ограничительное понятие североатлантический. Ведь Грузия или Украина, например, крайне далеки от Северной Атлантики, поэтому многие считают, что от этого пункта нужно отказаться и сделать членами НАТО Бразилию, ЮАР, Индию, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Таиланд и Мексику. Уже заключен договор между НАТО и Колумбией, так что вполне возможно, что НАТО скоро преобразуется во всемирную организацию под руководством США. Сейчас будут много рассуждать о том, что завершившийся в пятницу саммит НАТО стал прорывным для стареющего альянса, якобы давно лишившегося мотивации и постепенно превратившегося для многих в политический клуб по интересу. И правда, кризис на Украине и стремительное возвращение Крыма в состав России явно взбодрили союзников, заставив их вспомнить о том, что НАТО в первую очередь военный блок, за членство в котором надо бы платить, чего они все за исключением штатов давно уже не делают. Все как-то приосанились, принялись даже брецать оружием и грезить созданием каких-то там сил быстрого реагирования. В действительности же, к публичному единению перед лицом нового старого врага в лице России, стал посвящен лишь первый день саммита. Второй день прошел в закрытых переговорах о том, как бороться с реальными вызовами НАТОвской гегемонии. По некоторым данным сошлись на том, что пока поляки и прибалты будут тешить свою национальную гордость, любуясь на новенькие американские штурмовики на своих аэродромах, реальные игроки сосредоточатся на том, чтобы не допустить укрепления экономических связей между Россией, Китаем и Индией. Связи, потенциально способных превратить весь этот 20-летний НАТОвский дранг на Хостен в пустую и очень дорогостоящую авантюру. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд прочертила по Европе линию фронта. Сегодня она заявила, что НАТО должно как можно скорее развернуть командные пункты и создать силы быстрого реагирования в европейских странах, граничащих с Украиной. Два момента. Командные пункты должны быть во всех шести прифронтовых государствах. О каких именно странах идет речь, Нуланд не уточнила. Украина граничит с Россией, Белоруссией, Молдавией и со странами-участницами НАТО. Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей. И еще одна цитата. Все страны-союзники НАТО должны быть готовы внести свой вклад в расходы на оборону. Некоторые правительства, однако, уже пытаются соскочить с крючка. Заключила Нуланд, также не пояснив, к каким странам это заявление относится. Нам, странам НАТО, следует выполнять взаимные обязательства. Все страны-альянсы должны внести вклад в создание новых сил быстрого реагирования вдоль восточных границ альянса. Сил, которые могут быстро отвечать на вызовы в проблемных точках. Мы должны как можно скорее создать командные центры и центры контроля во всех шести странах, находящихся на линии фронта. Что это за страны, которым Госдеп отводит роль передовой, ясно по активному наращиванию группировки НАТО не только вокруг Украины. Польша, Болгария, Румыния и вся Прибалтика охотно принимают силы и средства военной поддержки. В рамках операции «Атлантическая решимость» перебрасывается тяжелая бронетехника, почти вся американская. Чтобы сэкономить на доставке, основная часть направляется с баз в Западной Европе, остальное напрямую из США. В основном это танки «Абрамс», «БТР» и «Страйкер» и «БМП Брэдли». Воздушная группировка сил усиливается американскими истребителями «Ф-16» из Канады, Португалии и Нидерландов. Германия посылает истребители «Тайфун». Пункты назначения авиабазы в Литве, Польше и Эстонии. Вдвое чаще по сравнению с 2013 годом российские системы слежения регистрируют полеты боевой авиации НАТО у наших границ. Все западные входы в Балтийское и Средиземное моря контролируются военно-морскими группами НАТО. Параллельно увеличивается численность сухопутного контингента. В основном это американские инструкторы 2-го бронетанкового полка, который базируется в немецком «Фильзике». Но вот теперь из США с базы «Форт Карсон» к ним направляют специально подготовленных офицеров 4-й пехотной дивизии для выполнения неких стратегических задач. Видимо, речь как раз идет о новых командных центрах НАТО в Восточной Европе, о которых и говорила Нуланд. Президент США на следующей неделе намерен убедить Конгресс увеличить на 35 миллиардов долларов военный бюджет. К 2016 году он должен составить 534 миллиарда. Из них только 51 миллиард выделено на борьбу с боевиками, исламистами и талибами. Куда пойдут остальные деньги, становится понятно, если посмотреть на стремительно растущую активность войск НАТО рядом с российскими границами. В Польше и Прибалтике масштабное наращивание американского военного присутствия. В Прибалтику уже переброшены даже диверсионные подразделения спецслужб США. Репортаж Дмитрия Петрова. Атлантическая решимость. Так называется миссия, которая привела в движение НАТОвские войска, корабли и самолеты в Европе. В Польше и странах Балтии как раз сейчас завершается ротация. Заступает на дежурство батальон 2-го бронетанкового полка с базы в немецком Фильзике. Вроде бы мелочи, но скоро к ним присоединятся еще 100 военспецов из состава 4-й пехотной дивизии. Они-то и возьмут на себя общее командование американскими сухопутными подразделениями в Центральной и Восточной Европе. А это уже стратегическая задача. Началась переброска военной техники. Американские танки, бронетранспортеры, всего около 50 единиц. Официально для тренировок, но на самом деле... Это самый начальный этап. Поэтому для внешнего наблюдателя он пока не выглядит слишком масштабным. Но важно понимать те промежуточные фазы, которые в конечном итоге приведут к тому, что на территории бывших республик Советской Прибалтики и в Польше будут созданы ударные группировки войск. И все это как будто в соответствии с действующими договоренностями. С точки зрения буквы соглашения России и НАТО о неразвертывании на постоянной основе сил в восточных регионах, они якобы соблюдают, потому что происходит ротация. Но с точки зрения России получается постоянное присутствие военно-морских, авиационных и сухопутных группировок вблизи границ России. И спрашивается, кто продвигается-то. Не мы же в Европу. НАТОвцы наращивают и военно-воздушные силы в Литве, Эстонии и Польше. Также формально на условиях ротации дежурят 16 истребителей-союзников. Занимаются мониторингом и сопровождением наших военных самолетов вдоль воздушных границ стран Альянса. Это по документам. Если говорить об Эстонии, то подлетное время буквально несколько минут составляет для пересечения границы с Россией, а до Санкт-Петербурга, ну, порядка 10-15 минут. В данном случае польские и итальянские самолеты способны нести атомные бомбы свободного падения, которые расположены на территории Европы, 200 американских атомных бомб. То это создает угрозу для России прямую. От Шауля, Зокняя до Смоленска или до Москвы 15-20 минут летом. Каждые три месяца поляки совместно с американцами проводят учения по переброске личного состава на самолетах военно-транспортной авиации. В небе над Центральной и Восточной Европой постоянно дежурят аваксы. В Балтийском и Средиземном морях действуют три тактические группы боевых кораблей. Одни учения за другими проводят сухопутные подразделения. Самые масштабные маневры состоялись в октябре в Польше с применением реактивных систем залпового огня, большого количества бронетехники, авиации и почти двух десятков кораблей. В сентябрьских учениях принимали участие украинские военные. Очевидно, из них формируют своего рода передовые отряды, под прикрытием которых будут действовать другие, более серьезные подразделения, натовский и американский спецназ. Иностранные военные формирования, которые ведут боевые действия под флагом украинских националистических батальонов. На базе офиса американского военного атташе в Киеве организован пункт обмена информацией между украинским генеральным штабом и Пентагоном. Таким образом, в известной степени США и НАТО являются одной из сторон внутриукраинского вооруженного конфликта. Подразделение быстрого реагирования, корпус, он многонациональный, в него ходят несколько подразделений различных стран НАТО, и он может быть развернут на пунктах передового базирования вблизи границ России буквально за 48 часов. По словам Игоря Коротченко, во время последнего саммита НАТО, президенту Порошенко руководство Альянса пообещало помочь вооружениям. Тем, что осталось на складах стран бывшего Варшавского блока, Климкиным подтвердил готовность и дальше поддерживать Киев. Ну а опустевшие вдруг арсеналы Литва, Латвия, Эстония и Польша сейчас активно заполняют новыми образцами современного оружия для будущей войны. Фактически объявлено предвоенное состояние, говорится о фронте, сдерживании России. Это все не просто риторика, это конкретная политика, на базе которых будут строиться конкретные военные и военно-технические решения Вашингтона и Брюсселя. Ну а полем боя в таком случае станут территории стран Восточной Европы, по которым Россия будет вынуждена нанести ответный удар. Дмитрий Петров, Вести. В России проходят беспрецедентные по масштабам учения ракетных войск стратегического назначения. Маневры охватывают шесть регионов. В них принимают участие более 7 тысяч военнослужащих и около 700 единиц боевой техники. Среди основных задач экипажей приведение ракетных комплексов в высшую степень боевой готовности и отражение ударов условного противника. Подробности у Анатолия Бетехтина. Тяжелая техника выезжает на боевые позиции. Учения ракетных войск стратегического назначения проводятся с небывалым размахом. Сегодня свои ангары покинули Тополя в Иркутской области, в самом восточном соединении стратегических ракетчиков, а также в республике Марии-Эл. Масштабные учения проходят уже в шести российских регионах. Ранее на маршруты боевого патрулирования вышли мобильные ракетные комплексы Ивановской, Кировской, Тверской областей и Алтайского края. Задачи у военных самые разные. Основная – отработка высшей степени боевой готовности. Товарищ командующий, по аппаратуре получен приказ на приведение ракетных войск в боевую готовность. В самых протяженных учениях России задействовано около 7 тысяч военнослужащих и 700 единиц военной техники, включая новейшие комплексы Тополь-М и Ярс. Подразделения отрабатывают тактику борьбы с условным противником. В позиционных районах проводятся мероприятия по наращиванию инженерного оборудования и маскировки. При этом широко применяются новые подходы, которые коснутся разведки и охраны. Это позволит избавиться от шаблонности действий в боевых условиях. Активно отрабатывается и противодействие диверсионным формированиям и ударам с воздуха. По легенде, для срыва маневра диверсанты уничтожили мост. Чтобы переправить тяжелую технику, на помощь приходят военные инженеры. На этот раз они разворачивают тяжелый механизированный мост ТММ-3, который позволит колонне прибыть в установленное время. Нынешние маневры продлятся еще около двух недель. Всего же на 2015 год в войсках РВСН запланировано рекордное число тактических и специальных учений. Анатолий Бетехтин, Вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова